друзья всем привет сегодня у меня пирог на скорую руку наверное у всех у вас бывает такая ситуация что пришли домой хочется быстро что-то сделать испечь приготовить накормить семью вот это готовое слоеное тесто без дрожжевое 500 граммов здесь да я взяла два пакета и хочу испечь два пирога хотел один с яблоками но фарш сейчас накрутили фарш и так думаю да ладно уже пусть будут оба с мясом значит что фарш свинина плюс лук соль перец и еще свинина была немножко такая как сказать жирком чуть-чуть да и я боюсь что просто-напросто когда я сделаю пирог это все будет сок вытекать я добавила сюда вот на эту общую массу здесь где-то фарша примерно кило 200 наверное примерно есть добавила две столовые ложки манной крупы при выпекании она просто-напросто будет набухать и сок вот это вот как бы нейтрализовать он выпал выплывать не должен вот значит еще понадобится небольшой кусочек сыра и сверху посыплю кунжутом черный белый кунжут это уже на ваше усмотрение чем сверху можно этими миндальными лепестками и продаются сейчас такие да так еще значит яйцо размешала уже готова но все начинаем стол посыпала мукой тесто выкладываем и раскатываю только вот так вот в одном направлении в длину мне не надо мне нужно чуть-чуть вот так его в ширину вот у такого состояния все теперь на середину полоской выложим фарш начинку вообще можете любую сюда сделать вот так разравниваем ровной полоской ну как бы тесто поделили на три части зрительно и на середину выкладываем фарш теперь натираю сыр можно без сыра если нет сыра просто с фаршем тоже будет вкусно вот так половинку кусочка разровняли и теперь делаем вот такие вот надрезы так наверное с той стороны не видно в общем вот такие полоски можно просто ножом ну и теперь начинаем заплетать край закрываем и вот эту крайнюю полосочку укладываем вот так это чтобы не вытекал сок когда будет выпекаться пирог ну и теперь просто напросто полосочки вот так начинаем заплетать по порядку видели вы уже такой пирог наверное и не раз смотрится красиво необычно сама форму вот это я имею ввиду заплетает ну начинки там совсем бывают разные кто с чем кто во что гораздо можно также с яблоками сделать так а вот здесь тоже нужно сделать вот такой отворот вот эту полосочку сделать сюда вот и потом уже продолжить заплетать до конца так спрятать вот эти вот хвостики все нужно все вот такой пирожок теперь его перенесем на противень и сделаю уже 2 потом сверху смажем яйцо и посыплю кунжутом вот теперь смазываем вот слоеное тесто обязательно надо смазать яйцо если вчера я удобная они вчера когда я снимал удобные пирожки пироги там те яйцо вообще не мажем а вот слоеное это выпечку обязательно а теперь посыпаем кунжутом все это будет очень красивенько чуть-чуть серединку посыпем черным вот так все красота духовку уже у меня нагрелась поставила 180 градусов выставила до 180 ну и ставим выпекать быстро и легко ну выпекаются они минут наверное 40 примерно все друзья пироги испеклись выпекались 40 минут вот такие вот получились румяные сок немножко чуть-чуть вытекал все таки чуть-чуть было но не смертельно ну пирог с мясом он всегда подразумевает что это должно быть потому что мясо сочное вкусное так ну теперь давайте разрежем посмотрим конечно опять горячущий еще пирог я только его вытащила пробовать уже не буду покажу вам просто в середине что и как в общем вот так смотрится все пропеклось отлично вкусно пахнет вкусненько пахнет класс ну в общем вот такой вариант конечно я сказал да что пирог быстрый там это и выпекаться 40 минут наверное кого-то это рассмешила фраза но я имела ввиду что делать-то его недолго готовое тесто раскатал быстренько завернул вот так вот в духовку поставил не нужно стоять у плиты мешать что-то там крошить резать выпекается пока вы можете заняться чем-то другими делами какими-то по дому на этом с вами была наталья всего вам самого наилучшего желаю как всегда всем пока и а и 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